В Киргизии задержаны трое политэмигрантов из России, одного уже этапировали в Россию, двоих ещё нет. То есть, Киргизия опасная страна, и туда лучше не ездить. Нефтяные гиганты фиксируют значительное увеличение доходов за 2022 год, выше 50% у всех. Шелл, Эксон, Мобил, Бридж Петролиум, Тотал, естественно, Тоталь, по-другому. Все, короче, увеличили прибыли больше, чем на 50%. Война в Украине принесла мировой нефтедобычей на 50% больше прибыль. И вы говорите, кому нужна война? О, 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 кому она нужна? Доходы Норвегии от нефти и газа в 2022 году оказались в 5 раз больше нормального. Видите, Норвегия в 5 раз. То есть, если кто-то на 50% увеличил, то Норвегия в 5 раз. Молодцы. Япония пересматривает запрет на набор в армию людей с татуировками на теле. Ну, татуировки на теле в Японии, конечно, признак якудза. Но сейчас мир изменился, и татуировки делают все. Кроме всего прочего, и Япония изменилась. Нужна большая армия. Поэтому и якудза сгодится. Как, в общем-то, у Путина. Берет зычков, и эти тоже решили не отставать. В Стамбуле в ходе спецоперации задержаны фальшивомонетчики с рекордной партией поддельных купюр. 1 миллиард фальшивых денег собирались реализовать их в странах Африки. А деньги – доллары. То есть, вопрос к знатокам. Кто будет поощрять такое движение фальшивых долларов в мире? Как вам? Как вы думаете, кому выгодно поощрить такое серьёзное движение? А мы видим, что движение фальшивых долларов в мире растёт кратно. Да, вот здесь 1 миллиард. Кому выгодно? Вот вопрос. Ну, я понимаю. Хочу от вас услышать. Лукашенко ввес в России огромное количество боеприпасов. Ну, не такое уж. Огромное, надо сказать. С января 1922 по февраль 1923 – 131 тонна боеприпасов. Ну, не так много. 131. Если 131 тысяча тонн боеприпасов – это до хера. А 131 тонн – учить такое? Нет, ничего. Это бомбардировка союзников. Одна бомбардировка союзников. Какая-нибудь Второй мировой войны. Берлускони сдох. Говорят, умер один из ближайших друзей Путина. 86 лет ему было всю свою сознательную жизнь. А был ли покойный человеком нравственным? Да, нет. Покойный не был человеком нравственным. Но надо отдать ему должное. Да, до последних лет жизни он всё судился с какими-то малолетними проститутками. То есть, за это его, конечно, можно уважать. То есть, чувак так зажигал не по-детски. А всё остальное, конечно, делал очень омерзительно. И жизнь его, конечно, ещё требует определённой оценки в будущем. В Китае представили систему оплаты по Оскану ладони. Это очень важно сейчас. То есть, видите, Китай впереди планеты всей. Можно заплатить, показав морду, можно ладонь приложить и всё. А вот японский город Йокосуко первым в мире решил принять на работу чат ГПТ. То есть, нейросеть, иными словами. Ну, казалось бы, да, муниципалитет – это ерунда. Пусть будет там нейросеть. Но вы помните, что я вам говорил о связи государства с искусственным интеллектом. Как только нейросеть будет обслуживать интересы государства, и как только она станет реальным искусственным интеллектом, всё человечество придёт кердык. Это самая опасная связь, которую можно только представить. Но, видите, эти ребята, они не секут. Парламент Абхазии в 20 раз повысил штраф за появление на улице в купальнике. Абхазия – единственный бизнес, который имеет это туристические, не пускает, будет штрафовать девок за то, что они ходят в купальнике, а им что, в паранже ходить? Это ужас, конечно. Я помню, художник был такой, Балтрунос, да, часто он приезжал на заставу к нам, литовский хороший художник, рисовал и рассказывал про африканских женщин. Очень вкусно, он очень любил африканских женщин, очень рассказывал так. И вот он, говорит, однажды, когда, ну, я не знаю, только родился, он был в Дагомее, ну, это Бенин сейчас, и рисовал там баб этих африканских, очень он их любил и так, рисовал и так, вот, и, говорит, и вышел закон, что необходимо всем женщинам носить бюстгальтера, вот, и он идет, открывает дверь в магазин, а тут выходит такая африканка вот с такими титьками, и у нее, как у матроса, патронтаж, бюстгальтер такой, ну, наверное, там первый или какой размер, и он так между титьек проходит, у нее бюстгальтер, ну, то есть, положено носить, положено. Закон она выполняет, она, говорит, во все 32 белых зуба, угорает он, потому что так ошеломлен был таким вот фасадом. Вот такие дела. Так и здесь. Вячеслав, вы не поняли, Абхазы хотят так понудить к нудистской деятельности. Да, купальники нельзя, значит, надо снимать купальник и ходить без купальника, это вы правы, видите, я даже не догадался. Ну, что же я старею, мне 59 лет. Калининград должен вернуться в Европу полякам или немцам, а русских, которые там кто кормить будет? Поляки или немцы? Как вы считаете? Эхар-сист. Калининград вернется. Только к полякам он никакого отношения не имеет. А немцам, я думаю, если скажут, там надо взять Калининград, да, с миллионом человек русских, я думаю, они скажут, свят, 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 пусть он остается русским, поверьте мне. Немцы накормят русских, там лучше Москвы, да, только вопрос, захотят ли они этого делать? Они уже мигрантов там у себя кормят и больше не хотят. Уже националисты 17% там имеют. Поэтому я думаю, что этого не будет. Если это будет, то националисты там получат 100% и больше, и этого все равно не будет, и скажут, ну их нахер. А русских, которые там выселят, а ты где живешь? К тебе и выселят? Вот где ты живешь, туда и выселят, понимаешь? Выселят артисты. Знаешь, что будет? Как только Калининградская область упадет в Европу, большую часть получит общеевропейские паспорта и расселятся по всей Европе. И будут жить на пособии. Так что, я думаю, европейцы очень четко себя это понимают. В Олеге с Калининградом пролетят немцы, нафиг не надо, остаются литовцы. Литовцы захотят принять четверть к своему населению еще, даже больше четверти. В Литве, если я не ошибаюсь, 3,5 миллиона человек. И надо миллион будет еще кормить. То есть, каждый литовец будет еще одного калининградца. Каждый работающий литовец будет кормить калининградца. Классно.